Привет, дорогие друзья! Кажется, давно у нас не было новостей, и кажется, давно у нас не было Лютика в кадре. Он просто повзрослел, стал очень балованным и характерным котом, и больше не хочет сниматься видео. Но что же, новости все равно нужно снимать, и сегодня у нас новостной выпуск. Но Лютика очень много в моем инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь, я там также веду блог о своей жизни в Польше. Обязательно переходите, ссылочку оставляю внизу, у меня интересно. Новостей сегодня собралось достаточно много, поэтому не буду задерживаться на каких-то отвлеченных вещах, и сразу приступаем к ним. Несмотря на кризис, который связан с пандемией, в Польше рекордно увеличивается количество иностранцев. За год кризиса, вызванной пандемией, в Польшу приехало 100 тысяч иностранцев. По последним данным, в стране работает целых 766 тысяч иностранцев. Это очень много. И только за первые три месяца 2021 года в страну приехало целых 40 тысяч человек. Это иностранцы, которые приезжают сюда работать. А, например, в декабре 2020 года в системе ЗУСТа, система страхования, было зарегистрировано 725 тысяч человек. По сравнению с декабрем 2019 года количество иностранцев увеличилось на 11%. Ну, в принципе, ничего удивительного, несмотря на кризис, рабочие места все еще остаются, люди все еще приезжают сюда на заработки. Конечно же, это плохо для людей, которые вынуждены покидать свои из дома и жить далеко от семьи, далеко от своих детей, зарабатывать деньги здесь. Но, с другой стороны, у них есть хоть какая-то возможность заработать и жить достойно. Пандемия влияет не только на экономический кризис, но и на жизнь каждого отдельного человека. Из-за того, что люди массово стали работать удаленно, из дому, через компьютеры, из-за того, что сейчас карантин, и они не могут ходить в офисы, увеличилось количество пьянства на работе. В целом, есть исследования, которые подтверждают, что люди вообще начали больше пить с того момента, как они начали работать из дома. Но теперь возникла другая проблема со стороны работодателя, потому что работодатель никак не может контролировать этот процесс. И, например, всегда бывают сотрудники, которые могут прийти в офис с похмелья, но теперь они могут выпивать прямо на рабочем месте, и никто не может их никак проконтролировать. Конечно, это заметно, потому как они ведут себя на каких-то рабочих созвонах, встречах, какие ошибки они делают, или как некачественно выполнять свою работу. Но, опять же, проблема в том, что работодатель не может прийти с проверкой в личную квартиру своего сотрудника, чтобы зафиксировать то, что он пьяный, и уволить его за это. Вот такая вот дыра сейчас в трудовом законодательстве, и, насколько я поняла, что нормального трудового законодательства относительно удаленной работы все еще в Польше нет. Работодатели жалуются, но я думаю, что в скором времени каким-то образом государственный аппарат наладится это все и сдаст новые законы, по которым можно будет каким-то образом контролировать пьянство сотрудников, когда они работают из дома. Еще один интересный факт насчет нетрезвых работников, это то, что 10 октября 2000 года Верховный суд Польши постановил незаконным увольнение сотрудника за то, что он находится в нетрезвом состоянии, если в данный момент он лечится от алкогольной зависимости. Это, знаете ли, так прям современно, но, конечно, работодатели попадают в какую-то неловкую ситуацию, когда они вынуждены работать с сотрудником, который не справляется со своими обязанностями, но все-таки, конечно же, мы понимаем, что алкоголизм, употребление каких-то наркотических веществ, это зависимость, это болезнь в Европе, это понимают, это нужно лечить, и часто люди сами не могут с этим справиться. А если человек находится в стадии лечения, он хочет с этим бороться, но, к сожалению, это очень коварное заболевание и не всегда получается, еще и он теряет работу, то в таком случае, скорее всего, у него нет вообще никаких шансов никогда выздороветь. И как раз на таких людей, как я понимаю, направлено решение Верховного суда Польши. Скорее всего, в новостях, в новостных группах где-то еще вы видели, что людям приходят такие сообщения, например, где написано, что вам пришла посылка и нужно оплатить 5 грошей, не хватает 5 грошей, чтобы вам ее доставить, извините за неудобство, и ссылочка, куда нужно перейти и отправить эти деньги. Варианты разные, не только с посылками, но это все мошеннические схемы для того, чтобы получить доступ к вашей банковской карте и похитить оттуда деньги, которые там находятся. Мало того, что эти киберпреступники воровали те деньги, которые находились на карте, были в наличии, они еще и брали кредиты. То есть человек, который перешел по такой ссылке не просто терял все свои деньги, он еще и оставался в долгах. Существует огромное количество способов своровать с вашей карты деньги. Я сама знаю людей, которые по своей неосторожности попадались на такой обман, и это очень неприятно, обидно, и, к сожалению, насколько я знаю, в Украине это вообще очень распространено. Но в Польше эта банда просуществовала всего лишь три месяца, уже польская полиция задержала 19 человек. Предположительно, киберпреступниками были граждане Украины и Беларуси. У них было очень много поддельных сим-карт, купленных на имена иностранцев. Они эти деньги выводили, потом переводили, покупали на них, конечно же, криптовалюту. И за все время своей работы, так сказать, они отправили около 280 тысяч смс-ок. Им удалось похитить около полутора миллиардов злотых у граждан Польши. А я вам напоминаю, что не стоит открывать никакие подозрительные ссылки, которые вам приходят в личных сообщениях в каких-нибудь мессенджерах, например. Или, например, в сообщениях в телефоне. Ну, если это только не сообщение, а сервиса, которое вы ждали. Переход по такой ссылке может закончиться даже тем, что вы потеряете деньги со своей банковской карты. Но, друзья, стоит переходить по ссылкам, которым вы доверяете, например, как у меня в описании. В прошлом выпуске я оставила ссылку в описании и сказала, что вы можете отправить мне какую-то небольшую сумму денег, чтобы поспособствовать развитию канала. Ну, а конкретно помочь мне купить подписку на польскую газету. И, например, следующая потребность, которая мне нужна, это высокий штатив, на котором бы я смогла снимать, когда я снимаю где-то не дома. И уже я получила небольшую сумму. Я вам хочу сказать огромное спасибо, это безумно приятно. Поэтому, если вы хотите поддержать мое творчество, поддержать выпуски новых роликов и улучшение их качества, помочь мне купить штатив, купить билеты, чтобы я могла поехать в другой город. Кстати, на прошлой неделе я же ездила в Катовице, и ролик уже есть на канале. По-моему, он получился замечательный, обязательно посмотрите. Так вот, вы тоже можете помочь, переходите по ссылке внизу, я оставляю на платформу Donation Alerts. Можете писать там свои вопросы, если их будет немного, то я буду отвечать на них в конце выпуска. Если вопросов будет больше, то я, возможно, сделаю отдельный выпуск с ответами на вопросов. Спасибо вам большое. Ну и бесплатный способ сказать спасибо, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать свои мысли в комментариях. Целых два акта вандализма на прошлой неделе наблюдалось в Польше. Сначала женщина в польском городе Свидница решила, что дома было бы ей прекрасно иметь букет из нарциссов и магнолий, которые росли на клумбе. Сначала ее увидел оператор, который сидит на камерах. В польских городах, везде на улице есть камеры видеонаблюдения, вот по таким камерам он ее увидел. Она сначала наклонилась и что-то искала, а потом начала срывать нарциссы. Видимо, нарциссов ей было мало, и она решила оторвать веточку магнолий. Магнолий это чудесное, красивое дерево, просто которое цветет безумно. Я ходила смотреть на магнолий в замок Вавель, вообще прекрасно, это очень красиво. Там, откуда я приехала, сейчас уже есть магнолий, но когда я жила в Мариуполе, там их не было. И вот я их вижу в Польше впервые в своей жизни. Ну вот, когда сотрудник на камерах уже обратился в полицию, и патруль выехал за женщиной, полиция получила еще звонок от местного жителя, который также сообщал про женщину, что она что-то такое делает. Но его успокоили, сказали, что мы уже едем, все будет хорошо. Приехали, и женщину оштрафовали на 500 злотых. Я считаю, правильно сделали, конечно, букетик у нее вышел такой себе дорогой, было бы намного дешевле, если бы она купила эти нарциссы в супермаркете для нее самой. Я не понимаю, к чем руководствуются люди, которые портят что-то, что находится на виду у всех остальных. Так, этими нарциссами может любоваться каждый, но она почему-то считает, что она может их забрать к себе домой, и любоваться ими должна только она одна. Это очень эгоистично, с моей точки зрения, неправильно, и я бы сама на месте прохожего позвонила в полицию, увидев такое. Но они магнолиями едиными, экоактивисты в Кракове решили, что они могут разрисовать королевский замок Вавель, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Активистов арестовали им от 24 до 31 года, совсем молодые люди, немного старше меня. Но теперь им грозит лишение свободы до 8 лет за то, что они пытались испортить исторический памятник, очень важный объект в польской истории и для Польши в целом. С одной стороны, они это делали мелом, можно сказать, что ну мел же смывается, здесь нет ничего такого. Но, блин, во-первых, по-моему, достаточно внимания в мире и денег уделяется проблемам экологии, глобального потепления или чего там еще. Во-вторых, Вавель это действительно супер важное место для Польши. Ну, в общем-то, я за любое выражение вашего мнения, вашей точки зрения, которая не вредит другим, ни людям, ни объектам. Вы можете сколько угодно протестовать, высказывать свою точку зрения, любую, по моему мнению, какая бы она ни была, но не стоит ничего портить, даже мелом. Поэтому, не знаю, насколько 8 лет им дадут или не дадут, буду следить за этой ситуацией, что-то на самом деле будет с этими активистами. На тропе, ведущей в польский поселок Глобино, был найден конверт. 20 апреля в Слупское отделение полиции пришел немолодой мужчина, 65 лет, и принес с собой конверт, сказал, что он его нашел на тропе. В конверте находилось целых 300 злотых, и по версии полиции, он предназначался от отца к сыну. Ну, на конверте так и было написано, Матеуш, дарю тебе 300 злотых, потому что сейчас праздник Пасхи, папа. Полиция теперь ищет, где же этот Матеуш, кому отдать 300 злотых. Я бы на его месте поступила точно так же, в принципе, у меня были ситуации, где мне приходилось поступать точно так же. Я находила кошелек, мы с моим мужем, еще когда жили в Харькове, разыскивали женщину, там были карты в этом кошельке банковские, денег, к сожалению, на тот момент, когда мы его нашли, не было. Но мы по картам, по имени, которое было там написано, мы вычислили в интернете, нашли эту женщину, оказалась она соседка, нашли ее номер телефона, позвонили. Она так с опаской пришла навстречу, наверное, боялась, что это может быть. Ну, в общем-то, очень круто, я очень рада, что я живу в стране, где есть мои единомышленники и люди, которые поступают очень так же, когда находят что-то ценное, в том числе и деньги. Дом Ярослава Кочинского попал из Google Street View. Google Street View — это такая система, в Google картах вы можете очень сильно приблизить какую-то улицу и посмотреть в 360 градусов фото любого места, как бы машина едет и снимает, или велосипедист, а вы можете просматривать эти кадры и как бы находиться на улице. И вот там есть возможность владельцу дома, который был сфотографирован вот этой машиной, которая делает эти снимки, и изображен в Google Street View у владельца помещение, здание, есть возможность обратиться в Google, и есть возможность попросить, чтобы его дом был заблюренный, ну, то есть, нечетко его было видно. И вот это случилось с домом Ярослава Кочинского, и Ярослав Кочинский — это лидер правящей партии ПИС. Почему эта новость здесь? Потому что это очень важно для поляков, которые имеют какую-то оппозиционную точку зрения, потому что многие протесты происходят как раз-таки под стенами его дома. Но вот, правда, зачем его блюрят на Google Street View, мне не очень понятно, но, тем не менее, это право владельца, и он им воспользовался. В Польше произошел очередной скандал с религиозными людьми, которые наплевали на пандемию, на ограничения, которые существуют. В Варшавском аэропорту имени Шопена толпа евреев танцевала прямо на терминале. Это было снято на камере видеонаблюдения, и запись попала в интернет, где возмущенные люди были в шоке, пришли в ужас. Как так? Как так? Везде пандемия, мы соблюдаем ограничения, носим маски даже на улице, даже когда ходим одни. А вот такое происходит в Варшавском аэропорту. Все это произошло 19 апреля, это была 78-я годовщина восстания в Варшавском гетто. Руководство аэропорта сказало, что очень печально, что это произошло, но, к сожалению, они не вызывали полицию. Группа ехала транзитом, то есть они не переходили на территорию Польши, они ждали просто пересадки на другой рейс. А также, что они не могут физически заставить кого-то соблюдать дистанцию. К сожалению, законодательство этого не предусматривает. Поэтому и аэропорт не предпринял никаких действий. Вообще, это такая неоднозначная ситуация в польском обществе, связанная с пандемией между религиозными людьми и нерелигиозными людьми. В Польше очень многие люди по воскресеньям ходят в костел, в том числе это люди старшей возрастной группы. Я лично наблюдала ситуацию, когда пенсионер, пожилой мужчина, отказался входить в небольшой магазин вместе с другим молодым мужчиной, а молодой мужчина как бы влез в очередь перед тем пожилым мужчиной. Но вот когда пожилой возмутился, молодой ему сказал, что, мол, ты же ходишь в костел. Так почему в костел можно ходить, там нельзя заразиться, а в магазин со мной ты зайти не можешь, тебе нужно одному. Точно такая же ситуация произошла с моими знакомыми в супермаркете, когда случайно человек не выдержал дистанцию, и пожилая женщина сделала ему замечание, на что он ее спросил. Ну, он был не прав, он должен был выдержать дистанцию, это не важно в данном контексте. Он у нее спросил, а ходит ли она в костел, она сказала, конечно, это же другое. Вот такой конфликт есть в польском обществе. Что думаете по этому поводу? Справедливо ли это по отношению к нерелигиозным людям? Что очень долгое время они не могли никуда ходить, но зато было такое послабление в духовной жизни религиозных людей. Как вам кажется? Следующая ситуация, которая произошла в Польше, тоже касается религии, и она очень смешная, и я уже обсуждала ее в своем инстаграме. Конечно, подписчики были в шоке. Полька написала своей соседке записку вот такого содержания. Привет, соседка! Не могла ли бы ты в будущем не вешать свое нижнее белье на балконе? Это христианский блок. Блок в смысле дом. А наш сын должен подвергаться такому искушению. Женщина выложила эту записку в фейсбук, ну, в общем, понеслось, так это дошло уже до нас и до вас, конечно, ситуация и смешная, и грустная одновременно. Я уже обсуждала, да, это в своем инстаграме, можете посмотреть в сохраненных, называется кружочек «Разная Польша». Мы там вместе с подписчиками обсуждаем разные неоднозначные вещи, которые происходят в польском обществе, проблемы и вопросы. И вот эти трусы женские на балконе мы тоже обсуждали, обхохотались. Но мне, конечно, вообще непонятно, почему женские трусы, в чем спокуса. Конечно, я бы не стала оставлять свое нижнее белье, когда ко мне приходят гости домой. Но, когда белье просто висит, сушится на балконе, я не думаю, что это есть какая-то проблема, и не понимаю, какая проблема у христианства и нижнего белья между ними. Я немного написала, что я думаю по этому поводу, об отношении христианства и религии в целом, к женщинам, истоках этой проблемы, и как она появилась в инстаграме. Тут не буду уже все это разводить и пересказывать. Очень долго, и я думаю, нужно будет снимать не одно отдельное видео на эту тему. В Мокотове пьяный мужчина в жилетке, на которой было написано полиция, сначала стрелял в воздух на улице, а потом вместе с топором и пистолетом зашел в магазин. С топором в руке он сделал с покупки, спокойно расплатился и ушел. Но на выходе его, конечно же, ждала полиция. Кассир магазина сообщила, что у нее в тот момент, когда она давала ему сдачу, просто пронеслась вся жизнь перед глазами, она не знала, чего ожидать. И ей было очень страшно. Мне бы тоже на ее месте было очень страшно. Мужчине теперь грозит два года тюрьмы. Хорошо, что он ничего не сделал, что он стрелял только на улице в воздух, и что он ничего не сделал с этим топором. Как, например, тоже буквально две недели назад это сделал мужчина в моем родном городе Мариуполе, когда он ворвался в магазин АТБ вместе со своей женой, и топором начал просто крушить все, что есть в этом магазине. Он не поранил ни одного человека. Это очень прекрасно, что это не произошло. Люди испугались, сотрудники магазина испугались. Хорошо, что польский он так не сделал, и просто он был пьяный. Но, кстати, конфликт Мариуполя произошел из-за того, что жену этого мужчины, который разрушил там все топором, ее сотрудники магазина в какой-то там грубой форме, или что, просили надеть маску защитную. Из новостей это сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, и пишите комментарии. Я все, абсолютно все читаю, очень часто отвечаю. Спасибо большое, что вы меня смотрите, поддерживаете, пишите мне прекрасные вещи, отправляйте мне донаты. Это безумно приятно, и я счастлива быть здесь вместе с вами.